Приветствую вас. Я думаю, что в этой ситуации спрашивать, откуда у девушки появился опыт, не самая лучшая идея. Потому что, я полагаю, что она вам может не сказать, она может скрыть. Скорее всего, она именно так и сделает. Да и по большому счёту, нет никакой разницы, откуда у неё этот опыт. Важно, что у неё этот опыт есть. И, в общем-то, вопрос не в том, что происходит с вами, а вопрос в том, точнее, что происходит с ней, и что было у неё, и кто у неё был. А вопрос заключается в том, почему вастры этот так задевают. Как правило, здесь заниженная самооценка, неуверенность в себе, отсутствие собственной значимости и отношение к сексу как к чему-то грязному. Вот. Вы пишите, что вы встречаетесь пару месяцев всего лишь. И я думаю, что это не такой большой срок, чтобы задавать девушке такие вопросы. Другое дело, что вы хотели бы быть для неё, не знаю, может быть первым и единственным. Вот. В этом смысле психология на таком когнитивном уровне рекомендует сосредоточиться больше на том, чтобы стать для неё последним. Понимаете? Ведь почему-то вы считаете, что то, что у вас было два сексуальных партнёра до неё, это нормально? А вот. А вот то, что у неё, да, были партнёры, это вас по какой-то причине напрягает. То есть в чём разница? Это стереотип. Что у мужчины могут быть сексуальные партнёры, а у женщины нет. Что если у мужчины сексуальных партнёров есть, то он молодец и крутой, а если у женщины, то она, соответственно, девушка лёгкого поведения. Это вот стереотипы, которые вас укоренились и от которых нужно отходить. То есть найти источник этих мыслей и, соответственно, от них потихонечку избавляться. Вот. Одновременно повышая вашу уверенность в себе, самооценку, если она есть значимость, если её не хватает и меняя отношение к сексу. Вы пишите, она молодец, она самостоятельная и молодец. Самостоятельная в чём, молодец в чём, не совсем понятно. Вроде даже привязалась ко мне, или просто я так вижу. Ну, вполне возможно, это, опять же, не главное. Важно, счастлива она с вами или нет. Вот. Вот думаю, может она, значит, посмотрела, что ты научилась, дабы не убасть лицом в грязь. Когда, вполне вероятно, я себя так вот такаю. А что страшного-то происходит, Николай? Что страшного? Представьте себе, если бы девушка, вот, задавала вам такие вопросы. А у кого ты научился, как, чего там и так далее. Вот. В чём проблема? Вы, знаете, чтобы себя успокаиваться, да, вот, и, ну, если вы себя успокаиваете, значит, есть от чего себя успокаивать. Давайте выделим это, что конкретно вас напрягает, что конкретно вас тревожит и по какой причине. То есть, знаете, вы это связываете с девочкой, вы это связываете с ней, а на самом деле проблема лежит в вашем восприятии. То есть, вам чего-то не хватает, у вас отсутствуют необходимые ресурсы для того, чтобы адекватно воспринимать тот факт, что у неё до вас могла быть тоже интимная сексуальная жизнь и довольно активная. В чём, в чём нет ничего плохого. А для вас так это даже хорошо, в плане того, что у вас партнёр опытный и так далее. Так, ещё раз повторю. Отграничьте свои переживания и проблемы от девочки, перенабравьте их только на себя. Что для вас это значит? Какие чувства у вас это вызывают? Что вы чувствуете? Что вы думаете? Вот. То есть, понятно, что ваши мысли, они связаны с тем, а вот кто у неё вдруг всё. А для вас это что значит? Обначение это лично ваше. Вот с этим и нужно работать. Вот. Понимаете? То есть, девочке вот почему-то всё равно, да, она в себе уверена. Ей не важно, есть у вас пастёр или нет. А вам нет. Значит, что? У вас есть какие-то проблемы. Вы не уверены в себе. Либо вы хотите что-то через девочку либо получить, либо доказать. То есть, у вас не просто отношения чистые, да, не знаю, как бы, ну, взаимные и здоровые. Вот, ты мне понравилась, ты мне понравился, мне с тобой хорошо, мне с тобой тоже хорошо, будем проводить время заниматься сексом и так далее. Просто давить друг другу то, что у нас нет. Нет. Такого у вас не близко. Вот вы хотите что-то получить для себя. Либо получить, либо подкрепить что-то, либо доказать. Давайте подумаем что. Потому что девочка за это не отвечает. Она не может служить средством. А судя потому что пишете вы, именно в качестве средства, именно в качестве средства, вы её и видите. Поэтому давайте мы с вами этот момент определим. И подумаем уже, что можно будет с этим сделать дальше. Определите своё отношение к девочке. Если вы её любите, как проявляется любовь? Если у вас не симпатия, как проявляется симпатия? Если у неё были партнёры другие, что это для вас значит? Как вы себя будете чувствовать и почему? Понятно? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Обращайтесь за консультацией либо ко мне, либо к коллегам. А если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.